Продолжаем программу. Главой нашего государства предпринимаются комплексные меры по укреплению взаимного доверия и выводу отношений с Кыргызской республикой на уровень стратегического партнерства. В свидетельство тому и подписанная в октябре 2017 года декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между республикой Узбекистан и Кыргызской республикой. Следующим шагом на пути к обеспечению безопасности и стабильности в регионе стало подписание пограничных соглашений и открытие пограничных переходов с этой страной в Андижанской области. Тружественные добрососедские связи между Узбекистаном и Кыргызстаном благодаря политической воле президентов двух стран все более укрепляются, открывая новые возможности в расширении взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. В последние годы в разы увеличился товарооборот двух стран, растет число импортеров и экспортеров. Важным событием в этом направлении стало и открытие после многолетнего перерыва пограничного таможенного пункта в Карасу, расположенное в городе Карасу, Кургантепинского района Андижанской области. Здесь была проведена масштабная созидательная работа. Данный пост способен пропускать 7 тысяч человек в день, для чего созданы все необходимые условия. 14 лет не могли навещать свободно своих родственников, проживающих по ту сторону границы. Теперь все трудности позади. Прежде всего, спасибо нашему президенту, который прилагает столько усилий для воплощения таких благих инициатив. Паспортный и таможенный контроль, переходящий границу пешим ходом граждан, осуществляются в ускоренном режиме. Наш народ очень ждал этого дня. У всех приподнятое настроение. Нас связывают с народом Кыргызстана дружественные, родственные отношения. Большое спасибо главе нашего государства, который укрепляет их за созданные условия. Открытие поста также создало ряд удобств для граждан соседнего государства. В частности, для перехода из Оржской области в Далалабадскую область Кыргызской республики ранее надо было преодолевать расстояние в 120 километров. Оно теперь сократилось до 19 километров, которые можно пройти в транзитном режиме по территории Узбекистана. Открыт контрольно-пропускной пункт Кыргызстан на границе между Кыргызстаном и Узбекистаном. Он не функционировал 14 лет. Это стало возможным благодаря политической воле и усилиям президентов двух стран. У всех праздничное настроение. Еще бы. Ведь столько трудностей пришлось пережить. Теперь они в прошлом. Надо сказать, что в прошлом году границу между двумя странами пересекли 16 миллионов человек, что почти в семь раз больше показателя 2017 года.